Первый месяц было невероятное объединение, все были заодно, никаких споров, все помогали друг другу, кто-то на фронте, кто-то волонтерит, кто-то сдает кровь, кто-то вывозит людей, все занимаются единым делом и даже вот то, что по социальным сетям можно было увидеть, никаких споров, склок. Но прошел месяц и мы видим, что уже начинаются какие-то политические игры, эти не нравятся этим, кто-то достал старые карты, хочет разыграть какую-то старую обиду, кто-то чем-то недоволен, уже я вижу посты, уже этот не так служит, этот уже не так волонтерит. Ну, в общем, я уже вижу, что градус накаляется в социальных сетях. Почему так получается? Почему вот мы еще не победили, еще война не закончилась? Почему начинается вот такая внутри колотнеча? Вы знаете, я с грустью иногда наблюдаю в соцсетях какие-то уже пошли обвинения, вот тот не так волонтерит, как надо, тот не так думает, а тот еще что-то. Да, я замечаю такое, и в Ютубе иногда приходится наблюдать. Я с прискорбием могу только констатировать это. Я считаю, что сегодня, когда Украина должна быть как никогда единой, а Путин нас сделал единой, мы сегодня единая нация, у нас нет запада, востока, русскоговорящих, украиноговорящих. У нас есть единая нация, одержимая желанием победить эту коричневую чуму 21 века. Поэтому сегодня, я считаю, не надо заниматься какими-то обвинениями, обидами. Сегодня надо думать о том, как Путина выгнать отсюда. Сегодня надо сплотиться всем вокруг президента, вокруг нашей армии и добиваться успеха. Поэтому я считаю, кто занимается этими внутренними распрями, те просто педерасты, чтобы не сказать хуже. Увидите кого-то, передайте привет. Я просто добавлю, что я считаю, что каждый, кто раскачивает ситуацию, каждый, кто пытается расколоть сейчас Украину изнутри, он работает на руку врага, в пользу нашего врага. И на ногу тоже. И на ногу тоже. Дмитрий Ильич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я надеюсь на регулярность наших встреч, а победа наша не за горами. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Крым наш, Донбасс наш, Россия пиздец. Все будет Украина. Крым наш, Россия пиздец.